Друзья, всем привет! Всех с прошедшими праздниками, с Новым Годом, Рождеством, Ханука, если кто отмечает. Сегодня хотел бы обозреть следующую тему. Эволюция патронов к стрелковому оружию, к основному стрелковому оружию в России, в Советском Союзе и опять же в Российской Федерации. У меня просто наконец-то совершилось радостное событие. Я наконец смог собрать полностью коллекцию, получив линейку всех патронов, получив наконец патрон для крынки, для винтовки крынка. Это первый цельный металлический патрон унитарный, который был принят у нас на вооружении. Ну, давайте немножко по порядку. Патроны, как бы, пули к дульно-зарядным ружьям я не собираю. Вот у меня есть одна пуля, это, по-моему, к ружью образца 49-го года, копанная. Я ее купил в городе Герой Севастополя. Вот, ну, продавец сказал, что копана по крымской войне. Ну, а вообще просто пули, как бы, дальше вглубь веков собирать я смысла не вижу, потому что это будут просто шарики разного диаметра. Особо, особо смотреть не на что. Кстати, вот эта пуля, мы ее, если примерим штангенциркулем, то получится 15 с небольшим миллиметров. То есть, это как раз шесть линий, шестилинейная пуля, стандартный калибр того времени. Ну, на смену дульно-зарядным гладкоствольным винтовкам, ружьям, пришли казнозарядные винтовки, нарезные дульно-зарядные винтовки. Ну, по сути, вот эти пули, они, в чем была проблема нарезных винтовок первоначально, да, дульно-зарядных, в том, что очень долго они снаряжались. То есть, если круглую пулю засыпали порох, забивали пыж, бросали туда пулю, забивали еще пыж, все, ружье было к выстрелу готово, то дульно-зарядную нарезную винтовку нужно было забивать пулю молотком. Соответственно, скорострельность падала. Вот, поэтому была придумана такая небольшой лайфхак, если сказать современным языком, да, пуля Минье. Вот это она, кстати, есть, когда, сейчас мы сфокусируемся, когда в донце пули делалась, в нижней части пули делалась выемка, и туда вставлялась металлическая чашечка. Вот, сейчас плохо видно. В общем, она ржавая, но она там есть. Что это давало? Что пуля была чуть меньшего калибра, чем сама ствол винтовки, вот, и поэтому легко бросалась в ствол. То есть, она падала под собственную тяжестью, да, не надо было ее забивать. А вот здесь, но при выстреле вот в эту чашечку стальную попадал как пороховые газы, давление увеличивалось, и пуля немножечко расширялась и вне резалась в нарезы. То есть, это очень-очень качественно улучшило скорострельность. Вот. То есть, как минимум, довело его до уровня стандартных дульнозарядных ружей, но при этом уже были нарезные винтовки. То есть, после появления нарезных, нормальных уже нарезных дульнозарядных винтовок, естественно, логичным продолжением было сделать винтовки казнозарядные, да, и ускорить, еще более ускорить скорострельность. Вообще, вся эволюция, да, стрелкового дела всегда шла для увеличения скорострельности. Ну, и скорострельности, соответственно, плотности огня. Вот. Поэтому для казнозарядных винтовок был со временем разработан, то есть, в 60, по-моему, в 867 году, унитарный патрон под винтовку крынка. Вообще, винтовка крынка – это была не самостоятельная разработка, а современным языком можно назвать это комплект модернизации. То есть, брались стандартные ружья... сейчас нарезные винтовки, точнее, сейчас точно вам скажу, какого года... секундочку... Стандартные нарезные дульно-зарядные винтовки образца 1956-1959 годов. И чешский оружейник крынк, точнее, он был подданный Австро-Венгрии, но... по национальности он был чехом, предложил такой комплект модернизации, когда бралась обычная винтовка, но там отрезался задний кусок ствола, туда вставлялся нечто похожее на затвор, затвор был откидной налево, по-моему, и можно было всунуть один патрон. Ну, этот макет вот у меня новый, недавно появилось, точнее, как бы отдельно я купил пуля, отдельно купил гильзу. Пуля, кстати, точно такая же, как эта, просто вот эта, чуть худшего качества. Поэтому я его вставил вот эту. Вот. Немножко здесь, конечно, утраты есть. Вообще, это хорошая гильза для крынк, это большая редкость, потому что латунь очень тонкая здесь, и долго они не хранятся. Причем, если обратите внимание, она стрелянная, да. И здесь есть клейма Т, видимо, тула. По бокам В и О. Это я уже не знаю, наверное, может быть, партия какая-нибудь латуни или что-то такое. И год 1871. Это, наверное, у меня самый старый макет в коллекции. В общем, я им очень доволен. Вот. И вообще патрон в хорошем крынке, в хорошем сохране, вещь, конечно, чрезвычайно редкая, чрезвычайно дорогая. Ну, в складском сохране последний проход на Ганзе я видел за 300 баксов. Да, ну, в складском сохране. Здесь, конечно, сохран такой, не очень. Человек мне рассказал, который мне эту гильзу продал, что он ее нашел в Полтаве на стрельбище, где их было очень много, и раньше чуть ли не в цветмет задавали. Ну, винтовка крынка не очень долго простояла на вооружении. Там, вообще-то, называется от отдельного разговора... Тема заслуживает отдельного разговора. То есть, большая винтовочная драма это называла. Все, когда чуть ли не каждый год принимались на вооружение новые образцы, и все не могли, все не могли наши генералы российские понять, что же, какую же винтовку им надо принять на вооружение. Винтовка крынка прослужила довольно большое время. засветилась на русско-турецкой войне 78-го года. Вот, участвовал, хотя тогда уже были берданы приняты на вооружение. Вот такой макет, калибр его 15 и 24 миллиметра, то есть 6 линий. Такой здоровый патрон, очень интересный. Похож на большую-большую мелкашку. Ну, в принципе, это характерно было для того времени. Внутрь можем заглянуть. Размеру. Внутри, естественно, пусто. Так что, давайте пока пойдем дальше. Следующий макет это, конечно, бердан. То есть, винтовка заслуженная, простояла на вооружении довольно долго, причем ограниченно использовалась даже в Первой мировой войне, когда уже вовсю использовались винтовки Мосина. Ну, долго про бердан не буду рассказывать. У Сергея Бурчука был очень подробный рассказ про данный патрон. Вот, приведу ссылку. Дальше у нас идет огромная плеяда патронов к винтовке Мосина. То есть, поскольку этот патрон 7,62х54Р рекордсмен во всем мире, то есть, это самый патрон, который остается на вооружении дольше всех. На вооружении он, как вы знаете, был принят в 1891 году и остается на вооружении до сих пор. И такое ощущение, что в ближайшие лет 20, наверное, его заменять не планируется. Потому что перевооружение вещь серьезная и, в принципе, патрон своим характеристикам пока удовлетворяет, но стоит на вооружении, используется в СВД, в пулеметах, в ПКМ и в немеренном числе охотничьего оружия. Так что, здесь просто пройдемся по пулем. То есть, конечная пуля образца 1891 года. Легкая пуля образца, по-моему, 1907. Короткобойная пуля Тарасова, так называемая. Насколько я понимаю, это был какой-то тренировочный патрон. Если, кстати, информация есть, поделитесь. Вот я мало что знаю. Тяжелая пуля Кутового, разработана уже в период Первой мировой войны. Ну и дальше идут стандартные разные типы пуль, уже разработанных в советское время. Легкая, тяжелая. Вот это, можно посмотреть, учебный патрон. Ну, современный учебный патрон. Все учебные патроны обозначаются вот такими. Гильза обжимается вот таким вот образом, дабы всегда можно было и на ощупь, и на взгляд отличить учебный патрон от боевого патрона. Ну, здесь у меня есть еще два макета разрезанных. То есть, вот это, по-моему, если мне память не изменяет, патрон к пулемету ШКС авиационному. Пуля и пуля тоже, да. Пуля трассирующего здесь вот видно. Стакан от меня ребята подарили. Сейчас сфокусируемся. Не хотим. Не хотим. Ну, тут видно устройство, да, пуля. То есть, это стакан для трассирующего состава и свинцовый носик пуля. Вторая пуля уже современная, коммерческая. Ну, здесь всем нам известный патрон к автомату Калашникова. То есть, ну, не только к автомату, к карабину СКС, к автомату Калашникова, к пулемету Калашникова ручному, к пулемету РПД. Вот. И, опять же, всевозможные вариации. Обычный классический патрон 7,62х39. Трассирующая пуля. И последний в нашем списке тоже патрон. Ну, всем хорошо известный. 5,45х39. К автомату Калашникова модернизированному. Как А-74, как А-74М. И к ряду пулеметов. И других систем. Ну, то есть... Вот такой вот обзорчик, да, эволюция патронов. То есть, конечно, самое интересное, да, это и тенденция, да, основная здесь заметна, это уменьшение калибров. То есть, от здоровенного калибра в 15 миллиметров, да, к калибру уменьшился до 5,45. То есть, в три раза, в принципе, за 100 лет уменьшился калибр. Кстати, длина гильза практически здесь не изменилась. То есть, здесь 40 миллиметров, а здесь 39 миллиметров. То есть, вот... Ну, я говорю про основное пехотное вооружение без всяких экспериментальных вещей, без спецухи, без пистолетов. Ну, по спецухе у меня есть отдельная подборочка. Я чуть позже, наверное, выложу вторую часть этого ролика, покажу, что там есть интересного. Собственно, вот, да, смотрите, эволюция налицо, калибр уменьшался. Кстати, сейчас, насколько я понимаю, идет обратная тенденция, да, к увеличению калибра. То есть, пытаются вернуть назад калибр 6,5, пробуют, там, всевозможные 6,5 грендаль и так далее. И увеличивают калибр для пробивной способности, да, чтобы бороться с противником в средствах защиты, бронежилетах, с легкой техникой и так далее. Вот, ну, то есть, видимо, следующий патрон будет уже, наверное, чуть-чуть больше. То есть, тенденцию такое ощущение, что хотят сломать. Ну, это уже только покажет время. Все, всем спасибо за просмотры. Всех, опять же, с прошедшими праздниками. До встречи. Пока. 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 Продолжение следует...